Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. У меня урчит живот. Я голодная. И сегодня у нас с вами лахмаджун. Кто не знает, это турецкое блюдо. Рецепт вам обязательно оставлю в инфобоксе. Здесь вот такие лавашики с мясом, с болгарским перцем, зеленью. В общем, очень-очень вкусно. Я взяла сразу три штуки, чтобы была полная поляна. И вы знаете, что я заметила в последнее время? Мне пишут, ой, Айка, сколько можно одно и то же? Снимай разнообразие и так далее. Снимай домашнюю еду. Но, блин, когда я снимаю, вы это не смотрите. Проблема в том, что больше всего просмотров как раз-таки набирают суши, фастфуд. А когда вы не смотрите, это автоматически демотивирует меня снимать подобный контент. Вот я уверена, что вот это видео с лавмаджуном, он наберет, ну, максимум 30-35 тысяч. Вкусно. Поэтому, хочешь не хочешь, когда мало просмотров, думаешь, наверное, это неинтересно. Если бы вы с удовольствием смотрели бы то разнообразие, которое я снимаю, я бы с удовольствием каждое видео снимала что-то разное. Но проблема в том, что вы не смотрите. Вы как раз-таки смотрите одно и то же. Роллы 100 тысяч набирают. Фастфуд, наггетс. Мое видео с наггетсами набрало уже 80 тысяч. Поэтому я делаю вывод, что, скорее всего, вам интереснее, наверное, фастфуд. И когда ты выпускаешь очень много видео, которые люди просто пролистывают, хочешь не хочешь, аналитика канала, она падает. Но я вот не знаю. Я, если честно, не хотела вам говорить и просто хотела потом в комментариях почитать, заметили ли вы, что у меня другой цвет волос. Я перекрасилась, постриглась. Давай сейчас покажу вам. Во! До сюда у меня волосы, получается, чуть-чуть ниже груди. Мне очень нравится, как меня постригли, как покрасили. Мы сделали где-то на 2 тона темнее, чем у меня есть мой натуральный цвет. Но вы знаете, что я заметила? Когда волосы красятся в темный цвет, лицо кажется идеально ровным. Когда, наоборот, красишься в светлые, все изъяны на лице, они просто бросаются в глаза. Мне кажется, чтобы быть блондинкой, надо иметь еще и идеальную кожу. Это у нас петрушка, лимон и три огромных лохмачуна. В общем, покрасили меня, что надо. Нравится мне очень. Волосы стали такие блестящие, ухоженные, красивые. Возможно, и впредь я буду краситься где-то раз, наверное, в полгода. Не знаю, как эта краска, но обычно у меня краска очень быстро смывается. У меня еще в волосах дофига рыжего пигмента. Я в детстве родилась рыженькой, просто как апельсин. И даже над мамой подшучивали все родственники, что откуда ты нашла такого ребенка. Возможно, его подменили в роддоме. Потому что у меня папа не был рыженьким, ни мама не была рыжая. В общем, было удивительно, что родился ребенок настолько рыжий. Я смотрю свои детские фотографии. У меня до сих пор, кстати, есть веснушки. Пригиньте. И вот, когда я начала взрослеть, я уже начала замечать, что волосы у меня становятся какие-то красные. То есть в моих волосах очень много красного пигмента. Я во влогах вам показывала, как я собираю свои волосы. В общем, я хочу сделать парик из своих собственных волос. Волосы, которые выпадают, их я клею на скотч. В общем, я вам все это показывала. Кто видел, тот поймет. И в общем, когда я показывала эти свои волосы, многие в комментах писали, а почему волосы красные, какие-то не черные. Потому что на видео есть коррекция цвета. Но на самом деле у меня волосы не черные. Они даже больше в красноту уходят. Но мне ужасно не нравится рыжина. Вообще не мое. Я счастлива, что с возрастом у меня волосы стали более-менее темные. Вообще я жду, пока я посидею. И вот, когда я посидею, я просто буду ходить серая. Не буду красить волосы. Или красить именно в такой холодный серый цвет. Однажды я красилась в блондинку. Это было нечто. Я была просто цыпленка. Меня затонировали. Потом этот тон, он у меня смылся где-то за 2-3 смывки. Мне колориста даже сказала, говорит, у вас в волосах очень много рыжего пигмента. То есть мне очень трудно быть блондинкой, светленькая. Амбра я делала. Кончики сразу просто были как у цыпленка. Но я замечала всегда, если вы тоже заметили, пишите в комментариях, что всегда, когда я крашусь темным, лицо становится бархатным. Лицо становится без изъян. Просто идеальным. Обычно, когда я стригусь в салоне, мне отрезают до хрена. Вот в этот раз я попросила подстричь вот столечко. И мне как раз вот столечко и подстригли. Идеально просто. Осталось довольно. Лахмаджун, конечно, очень вкусный. И давайте отвечу на вопрос. Если я в комментариях вам отвечаю под вашим комментом, что отвечу в видео, я это обязательно сделаю. Просто иногда бывает, что я отвечаю через 2-3 видео, потому что я уже ответила на 2-3 сообщения в комментах. И на них тоже я должна ответить. Так что обязательно задавайте свои вопросы в комментариях. Петрушечка. Яна 1993 задает вопрос. Яночка, тебе огромный привет. Здравствуйте, Айнур. Очень не нравится ваша позиция насчет коронавируса. Вы делаете вакцину и демонстрируете это всем, говоря о вакцине хорошо. Тем самым губите людей. Это чисто ваша позиция и вы не должны об этом говорить. Но хотелось бы, чтобы вы разъяснили эту ситуацию на видео. Некоторые мои зрители категорически против вакцины. Это, конечно, дело каждого. Я никого не принуждаю, никого не призываю делать вакцину. Но просто все мое окружение, 95% человек, сделали вакцины. Я поэтому рассказываю об этом и вам. Никакой цели заставить вас делать вакцину, принудить вас. Я не преследую. Просто я как бы не боюсь. Мне кажется, это бред. У каждого человека есть своя позиция. Моя позиция такая. Смотрела интервью. Там Боня говорила, что эта вакцина как-то связана с 3G. Или с чем? С 5G. Нами будут управлять. Не знаю, все-таки не верится мне во все это. Я делала Синовак. Не спутник. Мама тоже. Мой брат тоже. Желин. Все мои подруги, друзья. Вы знаете, тут две стороны медали. Вроде все говорят, что вакцинирование добровольное. Ну, например, в мол ты не можешь попасть, если ты не сделал вакцину. Или в какой-то ресторан, кафе, без разницы. Никуда ты не можешь попасть, если ты не сделал вакцину. Мне хочется куда-то пойти с подружками, сесть. Ну, как бы не постоянно же дома сидеть, правильно. Потом ты вспоминаешь, что ты не сделал вакцину. А точно меня же не пустят. Неохота жить со всеми этими ограничениями. Вы знаете, настолько надоело вот это вот состояние, боязни, что что-то будет и так далее. Упаси Господь. Ну, вы знаете, столько людей, других вещей каких-то умирает. Поэтому я как-то не боюсь вакцину, на самом деле. Хотя мамин брат каждый раз, когда звонит нам, говорит, не дай бог, не делайте вакцину и так далее. Это опасно, он живет в Дагестане. У нас здесь, мы просто с вами, наверное, живем в разных странах. И у нас здесь обстановка такая, как бы все вокруг делают. И как бы я делаю. То есть, как все такие. Есть, конечно, исключения. Например, жена брат, она беременна, ей нельзя. Или, например, моя бабушка, которой уже 90 лет. Она вот не хочет делать категорически. И она, по идее, из дома особо и не выходит. В ресторан и не ходит. Поэтому она говорит, я обойдусь. Не хочу делать вакцину. Насильно ее заставлять. Зачем? Все-таки пожилой человек, а мало ли. У меня, например, болела рука. Ну, что касается моей мамы. Мама вообще перенесла так, как будто ей ничего не делали. Ни рука не болела, ни головокружение, ни слабости, ничего не было. У меня вот эта рука, когда я ее приподнимала, мне было немножко больно. Знаете, такая тянущаяся боль, когда ты занимаешься спортом. Как болят мышцы. Что-то наподобие было. Петрушечки уже нету. Что ж такое? Опять же, еще раз я вам говорю, я никого не призываю. Я не медик, чтобы по элементам разложить состав вакцина. Кто-то на всеобщее обозрение там кричал о том, что не делаете вакцину ни в коем случае. Это зло. А потом сам шел, это делал, да? Я никогда не была против вакцины. Я сделала ее месяц назад. Но, блин, я не смогу попасть в агацентр. Я не смогу поехать в деревню на автобусе. У нас много ограничений, связанных со всем этим. Дабы это все избежать, но ты прям вынужден сделать вакцину. Тем более, все твое окружение сделало. Все себя чувствуют нормально, у них все хорошо. И ты думаешь, блин, если умрут все они, о чем мне-то оставаться. Понятное дело, что это не до конца все разработано. И все дела. Сколько проживем, столько проживем. Самое главное, здоровым, счастливым и так далее. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. До конца доесть мне не удалось. Мне осталось пару кусочков от одного и один целый лахмаджун. Но половину я съела. И, к сожалению, закончилась моя любимая петрушечка. На этом все. Всех люблю. Пока.